В Могилеве торжественно открыли третий трудовой семестр. В город на Днепре съехались представители штабов студенческих отрядов со всего региона. Им вручили трудовые путевки на социально значимые объекты области. В этом семестре трудиться будут более 200 студотрядов. Шесть из них уже отправились на вторые европейские игры. Каждый студент получит зарплату. Максимально можно заработать на стройке до 450 рублей. В районах это больше сельскохозяйственные виды работы, экологические. И строительные. Также у нас еще будут и уже работают производственные отряды на Могилевской фабрике мороженого. И будет еще один медицинский отряд в городе Бобруйске. Также студенты будут трудиться в Гродненской, Витебской и Минской областях. В Могилеве шесть отрядов уже строят новую школу и поликлинику. Студенты помогают в благоустройстве города, работают воспитателями в оздоровительных лагерях. Всего поработать захотели 2500 студентов со всего региона. Каждому студотряду присвоят имя Героя Советского Союза. Ведь трудовой семестр посвящен 75-летию освобождения Беларуси. Три года участвовала в стройотрядах. Были и строительные стройотряды, и сельскохозяйственные в этом году, и в том, и в том е-командиры. В 1963 году, это вот с этого начала, получается, что начало белорусских студенческих строительных отрядов. И вот тогда большой такой, если говорить, белорусский отряд уехал в Казахстан. И мы там, конечно, интересно поработали, много сделали. Символичные путевки на работу вручили на площадке возле нового корпуса Белорусско-Российского университета. В прошлом году это здание помогало строить интернациональный студотряд. Сейчас сюда завозят оборудование, учебное учреждение готовится к открытию.